Продолжение следует... 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 но где-то около 26 операций ему сделали. У меня где-то есть в архивах еще его записи, когда он был еврей. Как он боролся с верующими. Но уверовал в Бога. И теперь Бога прославляет, лежит уже на смертном адре, Богу поет псалмы. Ну, конечно, он не православный, он с баптистами знался. Какого ни возьми, который знатный человек, как Клименко, Богачев, Юрий. Это все не православные. Православные проспали все. И Ник Вущич мог быть православным. У православных такие, какие, как Алехин, шахматы. Вот, допустим, подобный, Иван, вот, это борец. Это православный. Ну, видим, какие там, Валуев там все эти православные. То есть, это те, которые могут эту свечку затепить, и больше ничего не надо. А внутреннее перерождение это. Нужно сказать, в православии какая-то подвижка началась. Патриархия выпустила вот эти четырех евангелия, одно, красное, и мы раздаем. И они по всем храмам развозят их. Много, тысячи. Я постоянно патриарху писал об этом. Может быть, достукался. Что нужно прекратить строительство храма. Все деньги рассчитать с долгами. Бросить на издание новых заветов. И заполнить всю страну ими. Чтобы было с кем разговаривать. И вдруг они стали выпускать в этом году. То есть, в прошлом году уже, фактически. И написано по благословению патриарха Кирилла. Слава Богу. Я просто рад очень. Что не сделает патриархия, мне все приписывает. Это вы, потому что стущали. Да Бог его знает. Я могу сказать, о крещении я больше 30 лет стущал, писал всем архиереям. Рассылал. А сейчас везде купели строят. Не надо руки опускать. С нами Христос. Он больше того, кто в мире. Дух лжи. Реально, такие вопросы у меня просто задают. Ну, все тогда с Богом. Ну, да. Хорошо. Вы только заранее внизу напишите, свободен я или нет. А если вы так идете, тогда ждите. Я, если не отвечаю, меня или нет, или я с кем-то говорю. Ну, я так просто и думал. Я с вами говорил, несколько человек, видимо, опять просятся. С Богом. Хорошо, до свидания. Все, отключайте.